Всем привет! Мы сегодня в Лакосте на распродаже. Будем смотреть, смотрите, сколько всего. Примеряю. Мы уже готовимся к зиме. Так что есть теплые вещи. Я думаю, будет интересное видео. Но теплые вещи без скидки. О скидках все летние. Мои какие красивые, интересные булка пола. Вот это фаворит у Андрея. Она понравилась ему больше всего. Пока мы меряем здесь обувь. Анечка. Вот конверсы себе взяла. Вот такие. Сейчас вот завяжут еще один. Вот школа носить. Очень даже школьный. Выглядит классно. Всем привет! От дружной компании Turkish People. Мы сегодня действительно приехали на шопинг. Мы сегодняшний день проведем в торговом центре Молов Анталия. А зайдем мы в него через другой торговый центр. Он называется Дипа Аутлет. Это два торговых центра, соединенных вместе. Работа с 10 утра до 22 часов. Но в пятницу и субботу до 22.30. Посмотрим, что новенькое есть. Пришла осень. Что со скидкой, что новая коллекция. А начнем мы вот с Акасьо. Вот этот магазин. В этом магазине продается не только Лакост, но и другие бренды. Уже написано, что есть такие скидки. Индерима 60%. И сегодня пройдемся по торговому центру Дипа и Молов Анталия. Будем заходить в магазины. Ну, в общем, мы что-то смотрим себе, а вы ходите вместе с нами. Я поворачиваю камеру. Они вот такие понравились. Вот. Можно спросить и принесут размер, который тебе надо. Она уже высмотрела. Размер не твой? Это 36, а на 30. Да, и стоят они... Вон, видите, как сильно уценили. 800 лир. Были 349. Вот на этом столе. Вот конверс. Кедики. И они со скидкой. Вот 1000 лир. 1100. Вот прямо вот они для них держатся. Но не факт, что есть размеры. Они, бывает, выставляют последние сюда. А можете спросить? Ну, идешь и спрашиваешь сама. А я пока вам покажу, что продается здесь. Здесь есть обувь лакост. 3200. Это то, что идет без скидки. Если со скидкой, видите, уже 1400. Турецкий хлир. 1300. Прямо с чемоданами приходят по магазинам. Сразу закупаются. 1300. Измеряют обувь. Много берут. Последнее. Не повезло. Поэтому и они выставляются скидками. На противоположной стороне москай обувь. Кроссовки. 4600. Смотрю то, что нравится мне. 34899. А если за скидкой, вон, 1874. Это все тоненькое, все летние коллекции продается со скидкой. А здесь 60%. Питание прямо не отходит. Вот прямо смотрит себе кеды. Да, действительно, у нас тоже похолодает. У нас не может быть вечное лето. А футболочки. А футболочки. 300 лир. Наутика. 400. В распродаже теперь все летние. И в том числе и плавательные шорты. Вон, 500 лир стоит. Так, все за 500. Появились курточки. Куртки. Вон. С пухом. Как раз 30. Мне кажется, я в небо утону. Может, и утонешь. Выглядят они какие-то 37 размера. Выглядят они большие. Ну, может, померить. Посмотрим. А я вернусь к курткам. Пытаюсь найти на небо цену. 4000 лир. Это новая коллекция. Написано новый сезон. Новая коллекция. Естественно, все будет без скидок. А все, что продается со скидкой, это футболки, пола. 1000 лир. Наутика. И рядом есть еще и за 300 лир. Ветровка. Наутика. 4000. Отдел у них наутика большой. Идем мы дальше. Где у нас лакост? Ну, люди есть. Что-то смотрят. Скидка 60%. Что за скидкой джинсы? Лакост. 3484 лиры. 1800. Пола с длинным рукавом. 1400. Вот практически все за скидка. 2000. Смотри, вот это все за 1000. 1000 лир. Мой размер остается. Уже три штуки нашел. Вот красивый цвет голубой. Красивый. Я сильно похудел. Раньше я NL брал. Сейчас только N. Эти у меня большие. Про цены поняли, какие сейчас. Да, все, что летние, все распродажи. А то, что новая коллекция, оно завод. Тоже со скидкой. 2909. Размер XL. Куртка. Это фирма Гант. 5400 лир. Теплая куртка. Типа лыжной. 1379. Ну что, пойдем и мерить. Кстати, вот рубашечки. Lacoste. 2719. 1800. Есть и специализированный магазин. Официальный магазин в Анталии. Там продается то же самое. Только в новой коллекции. А здесь уже приходит... Вот сколько уже набрали они. Это не означает, что Андрей все купит. Он просто все померяет. И что будет наиболее красивое. На нем смотреться. Очень тяжело. Сравление. Новая коллекция здесь тоже поступает. Вот. 3549. Скажите, аналогично выглядит то же самое. Классическое. Классическое. Пол с длинным рукавом. Продается и со скидкой и за 1400. Со скидкой шорты. 2700. Шорты для плавания. Вот совсем недавно мы их смотрели. 700. А были тысячу. Обычные легкие футболки. 1100. Да, есть магазины других брендов, где будут вещи стоят дешевле. Но кто любит этот бренд? Смотрите, сколько таких людей. Это мы перешли в женский отдел. Женский отдел здесь очень маленький. И вот не вещи. Ну, вот такие. Немножко странные, по-моему, на мой взгляд. Вот 2400. Просто обычные футболки. Да, у меня тоже есть. Я тоже. Просто обычная футболка. Он 1424. Она укороченная, широкая. Спортивный костюм. Но он подается по отдельности. Отдельно брюки, отдельно верху. 5000 лир стоит. А это новая коллекция. Новая коллекция обозначена цветами. Серый, черный и бордок. Ты решил сразу поварить? Надеть. Ну, смотри. Я раньше у них брал все такое не в обтяжку, а сейчас и в обтяжку немножко. Это я. Ну, я похудел и теперь больше нравится себе стал. Следующая вещица. Интересное меню рукава. Бордовый цвет мне больше всего идет. Тем более с оранжевым. У меня тут волосы такие немножко рожеватые. А мне напоминает твою школьную форму. У тебя такого же цвета бордового. Футболка школьная. Ну, она мне чисто по цветовой грамме нравится. Вот это сейчас на такой прохладный период. В школу, например, такое носить можно. Зимой формы необязательная. Пока я ее еще не продаю, можно ходить вот так вот. Ну, просто на улицу есть. Серьезно выглядит. У меня давно таких вещей не было. Как тебе? И он такой очень приятный, теплый. Взрослит. О, еще одна связанность с теннисом. Считай, 80%. Считай, 80%. 4 тысячи она стоила. Сейчас 1400 как футболка стоит. А, здравствуй. Мне она нравится. Она прям под мой стиль. Мне тоже она нравится. Красиво. Я ее видел еще в этом сезоне. Хопа, она сюда попала. Здравствуй. Красиво. Она теплая. Она действительно выглядит теплой. И как я люблю, здесь вот она такие большие. Да, я даже под жилетку можно надевать. Вот эта футболка из серии, которая сделана во Франции, в Париже, как они заявляют. Ткань супер-супер мягкая. Она обычная такая, простая. А рисунок это наклейка? Наклейка. Ну, они, кстати, не сходят. У меня такие уже два года. Футболки есть. Стеряются постоянно, ты сама знаешь. Качество хорошее. Ну, у нас обычная. Обычная, да. И стоимость у нее такая же, как ты скажешь, у этой вещи. Нет, по мне уж лучше купить вот эту. Теплую. Ну, если спросят, почему такие деньги, вы даже платите. Ну, посмотрите, как хорошо она сделана внутри. Никогда не будет торжать ни нитки, ничего. Сейчас скажут, о, у нас Лакост купил рекламу. Нет, ребят. Это не реклама, это просто проверено время. И Андрея, правда, нравится. Ну, покупать мало вещей, но носят их достаточно долго. Все, примерка закончилась. В общем, что я выбрал сейчас взять? Это вот эту футболку Пола. И вот эту футболку. Вещей у меня много, так что пусть будут новинки. А остальные у меня вот есть такие вещи в гардеробе. Зачем мне нужны? Пока мы были в примерочной, Аня выбрала себе кеды. Она уже нашла нужный размер. Они действительно по одному там остались. И сейчас ей ищут второй. Вот симпатичная. Конверси. Стоят они тысячу сто лир. Вот, пойдем мерить. Да, здесь работают русскоговорящие сотрудники. Причем он не один. Я тут резко спросила. Садись. Будем примерять. Пока мы меряем здесь обувь, Анечка, вот конверси себе взяла. Вот такие. Сейчас вот завяжут еще один. Вот школа носить. Очень даже школьный выглядит классно. За любым местом. Это линейка у них сделана во Франции. И вот с чем он состоит. А, смотри, вторая сторона белой. И шесть процентов плопа, четыре процента у вас стоит. Ну, только приятно. Приятно-то приятно. А сколько стоит? Повернись. Две тысячи пятьсот. Да вещи ходить в школу, по мне, дороговато. Мне он нравится, красивее. Я готов ставить рублю вещи. Да ладно. Нет, там целых две. Аня показывает свои новенькие кеды. Модные. Поворачиваюсь. Они модные-модные. Со скидкой, потому что осталась всего одна пара. И Аня повезло, это ее размер. Нет, красиво в школу ходить. Вместо кроссовок. О, да. Мне тоже нравится. Но это не мой размер. О, они поменьше все-таки, чем у меня. Красивые, правда, девчонки? Вот. Честно, мне очень нравится. Очень нравится. Реально. Вот, конверс. Красивые. Такие. Да. Ну что, мы берем их. И сзади звездочкой. Пройди, Санечка. Я вот тут подумал, зачем мне еще летние вещи сейчас покупать, когда будет холодать только. И тем более, эта вещь реально надолго. Уговаривает это, он уговаривает меня. У меня двойная вязка, посмотри, она... То есть, вот этих зацепок не будет. Там очень приятная вещь. У нас больные. Ну и вот это, по-моему, делать и поварили. Нам этого отказаться даже от этой вещи. Голубую не покупать. Хотя она тоже была красивая. Ну, обычная. У меня таких много. И берем мы еще вот эти кеды. Все. Надо идти на кассу. Смотрите, зашли в самый первый магазин. И мы практически все здесь купили. Мы потратили наш бюджет на шопинг. Мы еще зайдем несколько, купим, надеюсь, что-нибудь. Мне, кстати, нравятся очень жилетки. Я все думаю. Может, правда, не прикупить себе жилеточку? Они вот тонкие, но теплые. Может, и идут с попом. Стоит 3250. Я в других магазинах видела и подешевле. И выгорает она почти так же. Потому что наутика не должна столько стоить. Либо надо было думать и покупать со скидкой в прошлом сезоне. Она живет с пухом. Да, да, я видела это. А эти кепки, они уже несколько лет продают. Но это взрослые. Их только цена увеличивается. Кепка с рыбкой. И стоит кепочка 6650 лир. Желтый я уже поделил для вас. Желтый же вы поделили? Нет, будем покупать другие розовые. Да, да. От желтых отказываемся. А, вот какая очередь в кассу. Вы не думайте, что люди ничего не покупают. И туристы в этот магазин тоже любят заходить. Ну и не только туристы. Вон и по-турецки здесь говорящих тоже достаточно. Это магазин со скидками продает. Еще раз говорю, я ничего не рекламирую. Я просто показываю, куда ходим мы и что мы покупаем. Если вас это устраивает, вы тоже можете пройтись по нашему пути. А дети хотят иметь модные вещи. Они растут. Ну, хотят. В общем, мне принесли сейчас другую кофту. Другой размер, потому что там, когда открывали, лопнула вот эта защита и краска потекла. Синяя краска, вы представляете? То есть здесь настолько серьезные эти защитные штучки стоят, что если не открываешь неправильно, вот они перепачкались, вот эта вот девушка открыла неправильно, вот она в плохом настроении, ее за такое лишат премии, представляете? А мы стоим, ждем, потому что мне чек уже пробили, мы уже купили эту вещь. Мы ее купили, а нам ее еще не упаковали. Вот расстройство. Мы стоим, ждем, что нам принесут замену. Можно просматривать часы, очки. И раньше большой был отдел, сейчас вот их мало осталось. Еще раз пересмотреть все вещи. Да, мужской отдел здесь очень большой, и народу здесь много. Мне в этом магазине ничего не приглянулось. Поэтому вы не думайте, что я не могу себе ничего купить. Так, что-то Андрей несет новое. Еще? А, тебе новую нашли. Тебе новую упаковку принесли. Оценника еще нет. Оценника нет, это вообще новая. Это размер чуть-чуть больше. А незаметно то же самое. Это он же есть. Он же есть, нашли, да? А. Новенькая из упаковки. Сколько коробок обуви. А мы уже 25 минут в магазине. Да, 25 минут ждем, когда нам поменяют. Такие неприятности тоже бывают. Заскучали. Попытка номер 3. Мы злые. Вот так вот можно испортить впечатление от покупки. Были такие радостные. Она мне еще не хотела давать оплаченную вещь. Они уже забыли. Андрюшка, ты он поцарапался, пока отмерил. Фрэш какой-то, честно. Так, куда мы идем дальше? Пойдем поедем. Так, извините, пойдем поедем. Похожий по ценовой категории еще есть Tommy Hilfiger магазин. Но мы уже отоварились. В этой стороне, в дипо, находится LC Вайкики Аутлет. Говорит, целью безопасности я вам не дам этот пакет. Магазин ЛТБ. По моему мнению, в городе будет 30 минут стоять и менять вещи. Я просто прям вообще... Вот, кстати, USPOL это еще один из наших любимых магазинов. Пойдем одним глазиком посмотрим. Обещает скидку 30%. Здесь вещи вот уже размеры побольше для солидных мужчин. И рубашечки вот. Вот такая вот у меня мужа есть. Что, ты пищишь? Пакеты не сняли? А мне еще забыли это снять. Да ладно, проверь, проверь. Я не знаю, что ли. Ты проверь. А вот на том зеленом сняли или нет? Вон она опять пищит. На зеленом, наверное, сбоку не сняли. Я вам покажу. Да, рубашки здесь 1929. Но от этой цены он еще 30% скидывает. Сбоку он висит. Они не сняли. Что это за... Мы возвращаемся обратно. Все, идем мы ругаться. Вот такие работники есть в магазинах. Вернулись мы обратно. Не извините мне что. Даже не извиняются. Опять мы выходим из этого магазина. Нет, магазин хорошие товары тоже. А работники... Даже не извинились. Выходим сюда второй раз. Уже не пищим. Уже не пищим. Самое интересное, мы оттуда вышли и тоже не пищали. Хорошо хоть сюда заглянули. Жилетка. Здесь вот тоже с пухом. Она стоит 2900. У них хорошие жилеточки. У меня просто, я знаю, знакомые есть. Носит она ее 3 года. Как новенькая. Я иду в женский отдел. Здесь есть и детские вещи. И Владимирчику мы покупали здесь штаны. Они хорошо качеством носятся. Мы смотрим часто в интернете и по скидкам берем. Когда ты приходишь в магазин, ты можешь вещь потрогать. Посмотреть. Курточка очень тонкая, легкая. Тоже с пухом 3800 стоит. Суночки. 5400. Вот куртка-бомбер. По мне, многовато. Вот, как мне нравится этот цвет. 1300. Но мне он не очень смотрится. Я уже его примеряла. Смотришь, как я сейчас быстро посмотрю. Может, у меня новенькое есть. Интересное. И пойдем дальше. А вот похоже, платье у них из года в год есть. Вот это платье. Но плотные ткани. 2700 стоит. Нет, по мне, дороговато. За платье. Это куртка из искусственной. Искусственная кожа. И стоит еще как настоящая. Найдешь? Я же сказал, стоит вообще как настоящая. 3900. Больше, чем 100 долларов. 120 долларов можно купить кожаную куртку. Если кому подобное нравится. Курточка у нее хорошая. Но сейчас невыгодно их покупать. Вот 3900. Ты помнишь, в конце прошлого сезона? Они распродавали это все в полцены. И еще дополнительные скидки были. 3900. То есть куртку надо покупать с запасом на следующий год. Ой, новый цвет. Они раньше такой цвет не использовали. Цвет красивый. Так. Плюмарин. Ну, она тоже, ведь, укороченная. Ну, вот у меня Аня такие вещи любит. Они совпадают здесь. Вот линии. С этой части. Здесь. Поэтому выглядит дорого. И размер XS единственный остался. Даже. А это уже не смотрится так. Да, уже Аня на нее смотрит, да. Анечка, найди, сколько она стоит? А я посмотрю еще. Это платье. Платье 2200. Это тоже платье. Мне нравится. Нет. О, нашла цену. Стоит она такая? 1700. Дорожная хвостка. Да. Что-то они вот ее из пола стали. Очень сильно цены подняли. Смотри, они правда в этом сезоне у них это красивый цвет какой. Ой, теплая жилетка. Хотя вот такие жилетки уже много лет носят. Стоит на 3650. А папу прикрывают? Да. Ну, по мне, да? Нет. Сделает меня вот как хочет. Пойдем. Ничего не приглянулось. В этом торговом центре есть два магазина Мави. Один вот находится здесь в Дипо. Аутлет. А другой находится в Молуфантале. Это по переходу перейти в другую часть. Здесь же есть Ли Франглер. Нам сегодня джинсы не нужны. Вот отдельно магазин Гант есть. Хотя вот в Акасьоне тоже мы видели вещи. Магазин Деса. Это магазин кожи. Это из 900 лир. Кожаную куртку просят. И вот здесь. Один кожа, меха. Супер степ. Обувь. Смотри, у меня точно такие же майки есть. Да я вот то же самое увидела, как мы с тобой... Да, эти твои кроссовки обошли столько. Они ездили в Москву, ездили в Румынию, ездили в Белоруссию. Здесь сколько обходили. И даже на теннис-то не ходил. Я их на тенни не купил, они только вышли. 3200. Я тогда их в 2000 покупал. И смотри, вот эти очень красивые. У них новые сейчас. Слушай, можно даже купить второй, потому что они... Они классные. Мы продолжаем идти по торговому центру. Я вам показываю, какие магазины здесь есть. Где же есть Ливайс? Вот на этой стороне. Бейман Аутлет. Я вот они пишут, распродажи это все, но их изначально высокие цены на одежду. Мирил я как-то здесь. Эпикьёл Аутлет. Кстати, костюм на мне, который сегодня, это вот Эпикьёл. Магазин Холлинз. Да, здесь тоже можно найти интересные джинсы, какие-то вот вещи повседневные. Вон написано. Если покупка больше 2000 лир, будет 500 лир купон. Ну, следующую покупку. А так вот ценовая категория. Кофта 500 лир, жилетка 800 лир, джинсы 650 лир, и вот эта кепка 250 лир. Джинсы 1200 лир, мужские, свитер 700 лир. Мы поднимаемся на второй этаж. Там находится фудкорт. А на первом этаже у нас все, шопинг закончился. После еды еще куда-нибудь зайдем. Спасибо за покупки маме. Мам, спасибо огромное. По-моему, как приятно. Купил нужную, необходимую вещь. Ну, а тебе покупали мы вчера. Но уже свою пижамку, которую мы ему купили, он уже в ней вчера ходил дома. В общем, до встречи в новых видео. Всем пока-пока. Шопинг в Турции есть. Все хорошо. На этом уже проходим по торговому центру Молла Фонталия. По второму этажу здесь магазины МАВИ. Двухэтажный магазин Вайкики. На противоположной стороне H&M. Де Пакто, Скетчерть, Юй Спола. Еще один раз встречается. Здесь три магазина Юй Спола. Но вот в этом продается только убы и сумки. Большой магазин убы. А якобы Дюньясы. Прохожу мимо это магазин нижнего белья. На противоположной стороне LC Вайкики Дрим. Там нижнее белье от Вайкики. Здесь музыка по адресам. Да, Вайкики здесь реально большой. Целая коллаборация с вот этим, ну как скажешь, с ата-чурком коллаборация. Да, посвященная в туалете в республике. И для взрослых, и для детей есть эта одежда. Но именно в Вайкики огромный выбор. В других магазинах этого нет.